всем привет привет сегодня я хочу вам представить дизайн плоской кисти одна из самых моих любимых техник мы будем рисовать с вами вот такую вот лилию с помощью акриловых красок вот такого вот палитра . называют ее мокрая палитра под низом лежит слой мокрых салфеток сверху пергаментная бумага и выкладываем наши акриловые краски прежде чем начать работу на типсах вы должны потренироваться на бумаге рисовать наши элементы вот вы видите у меня такой листик рабочий на котором я отрисовала приблизительно какие будут в этом блоке делать рисунки будут переносить на типсы кисточки которыми я пользуюсь а всегда возникающий вопрос и почему-то никто меня никогда не слышит вот решила уже показать крупным планом кисточки бренда милио другой . и двоечка вот их не принципиальное отличие двоечка чуть короче чуть меньше по длине и на матовую поверхность набрав на кисточку два цвета теперь мы их растушуем эти два цвета и я начинаю рисовать у нас сегодня все элементы нашего дизайна буду строиться по одной и той же схеме и листики и лепесточки все основанные на принципиально одном и том же движение для того чтобы получить вот такой как бы заворот имитацию до что листик у нас подвернулся я использую сейчас в данном моменте такой вариант я начинаю как бы сверху рисовать я поставила арочку и карочки подсоединяя по принципу как соединяется у нас ленты вторую часть от этого кусочка теперь я буду рисовать и подставлять следующую сторону нашего лепестка и все движения у меня основаны вот сейчас вы точно его видели это осевой мазок осевой мазок состоит из двух частей из правой и левой стороны и вот мы благополучно здесь используем эти все принципиальные движения пошел нижний лепесток он тоже основан на этом же самом движении осевой мазок подставляем вторую сторону нашего лепесточка и заканчивая этот элемент тоже загибом нашего лепестка но я его делаю же в конце если первый мой лепесток начинали с этого загиба то здесь наоборот я заканчиваю загибом свой лепесточек продублировал одну из сторон чтобы она стала более ярче и прорисовку я сделала сейчас тоже набрал чисто белый цвет и растушевал на кончик в еще больше выделить эту сторону добавили отворотик опять же это движение осевого мазка добавляем нашу зелень точно так же движение начинается одна сторона лепесточка вторая сторона лепесточка опять это у нас перфорированное движение осевого мазка и если вы заметили я все окончания своих мазков делаю с прокруткой хвостика окончание не прямое а как бы такой забит залет загиб нашего кончика оп так и опять достраиваем загиб лепестка дублирую свои движения когда мы делаем дублирование можем сделать лепесток ярче мы можем подправить те косички которые у нас там допустим проху плохо лягла красочка и продублирую все свои движения я начну прорисовку прорисовку можно и не делать но если у вас есть такая вот волнистая линия есть у нас какие-то поворотики есть какие-то отжимчики есть такие перепады в движении вот их можно подчеркнуть с не полностью взять и проконтурить по полностью по всему элементу а именно подчеркнуть лишь какие-то отдельные части расставить акценты я делаю это не белый цветом а он слегка сиреневый чтобы он сильно не выбивался и когда я буду прорисовывать листики то же самое мне не будет белого цвета у меня будет такой пастельно-пастельно-желтый камера не всегда передает четко те цвета которые есть в реале очень часто говорят когда видят эти работы на типсах что ой а на типсах гораздо все красивее вот это элементы второго уровня владения техникой вот 8 и 9 августа будет такая уникальная возможность посетить курс в городе харькове двухдневный могут прийти и те которые еще не умеют владеть плоской кистью и пройти начальный уровень двухдневный и могут прийти те мастера которые уже владеют просто плоской кистью и хотят как бы повысить свою уровень ну то что говорят там некоторые второй уровень второй уровень можно тоже взять двухдневный который будет полный будут всевозможные лохматые красивые цветы а можно взять один день второго уровня но первый уровень желательно брать двухдневный полный на котором я обучу сначала всем движениям а потом мы будем уже составлять композиции из разных элементов и каждая типса это отдельный отработка отдельного движения вот такая магия когда мы покрываем финишем все проявляется становится очень ярким и красивым вот такая вот нас получилось картинка для того чтобы правильно закрепить наш дизайн на клиенте вот такие вот объемные работы у меня никогда не скалывается я прохожу с тонким слоем базы любой абсолютно база и потом перекрываю уже финиша после того как моя база просохнет и никаких сколов никаких потертостей никаких проблем у меня с ноской никогда не возникало вот вы видите какие мы будем делать элементы и отработал а и отрабатывать все движения вот в таких дизайнах это наш первый уровень и за два дня вы свое творчество уже как бы сможете преподнести клиента вот в таком виде